В Мирном завершился турнир на Кубок Третьяка, который стартовал 16 мая. Несколько дней шесть команд с разных уголков России показывали свое мастерство и дух соперничества. Призовые места достались всего трем командам. Как проходил последний день турнира и кто одержал победу, расскажет Злата Курбанова. Последний день турнира за Кубок Владислава Третьяка все команды снова встретились на льду. Первыми на лед вышла одна из сильных команд турнира, Йети из Великого Новгорода. И добрать недостающих баллов команда «Кристалл» из электростали. Как бы ни старались игроки из «Кристалла», им не удалось обыграть новгородцев и попасть в тройку победителей. С кем их сыграли, достойный соперник. Конечно, нам немножко не хватает. Еще тренировок, надо позаниматься. После небольшого перерыва, показать свое превосходство в игре, на ледовую арену вышли снежные барсы из жаркого Сочи и полярные волки из холодного Якутска. Сочинцы в этой игре не изменили себе и одержали победу над северянами, тем самым обеспечив себе призовое место. Было достаточно сложно, не все залетало, тяжело было забивать. Завершительную игру в этом турнире сыграли команды из Мирного и Москвы. Ребята показали интересные маневры и красивые голы. Но все же, к большому сожалению наших болельщиков, Мирненская команда вновь потерпела поражение и заняла последнее место в турнире. Было не очень легко даже забить некоторые шайбы. Так в общем, мы победили, это хорошо. Соперник дал бой. Так что довольно-таки неплохая команда, есть куда расти. Наша игра остается желать лучшего. По мнению судей, самыми сильными игроками стали Снежные Барсы из Сочи. Потерпели поражение только в одной игре и смогли завоевать Кубок Третьяка. Ниже ступенью оказались ребята из команды Йети, Великий Новгород. А третьими стали москвичи спортивной школы Марина. Это очень здорово выиграть в Кубке Третьяка. Это очень такой турнир высокого уровня. Победить в нем это большая честь. Я очень рад за свою команду, за себя сам. То, что последнее место, это не беда. Это первый опыт в нашей такой игровой деятельности. То есть команда достаточно хорошего уровня приехала. Спасибо им большое за этот опыт, что ребята поняли, к чему нужно стремиться. Турнир для наших ребят выдался не самым удачным. Но наша команда не унывает. Из турнира они извлекли свои ошибки и будут работать над ними. Чтобы в будущем показать настоящий класс. Злата Курбанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».